Слово Божие, которое сеял и говорил, и потом семя, что-либо сделать для Божьих людей, или для людей, или финансовое семя. Я сеял всегда, когда мне Бог говорил. Я сеял семена, сеял семена, сеял семена. И знаете, что мы растем в этом? Бог дает семя кому? Семь. И обилие, понимаете? И я видел эти результаты. Конечно, мы можем допускать ошибки сейчас. Но самое главное двигаться в законах Царства Божьего. Не позволить опять съехать с этой колеи. Есть две рельсы, по которым мы должны ехать по своей жизни. Это помазание и процветание. Это помазание, это присутствие Божье, это сила. И процветание, это обеспечение всего. Понимаете? Примите это. Мне говорили, Бакша, что ты говоришь, мои братья и сестры? Какое благословение? Они знаете, что говорили? Отдай нам наши долги. Отдай нам наши деньги. А потом что говори? А я говорил, нет. Здрасте, я благословен всех меры. И моя ответственность, я знаю перед вами, вернусь вам ваши деньги. Но я благословен, я еще не должен отместить все сделать. И теперь они мне должны, а не я им. Что это сделало? Вы думаете, что я пошел в шурубив, заниматься бизнесом, еще побольше, еще взять 50 тысяч евро, чтобы еще... Но когда я был в долгах, 9 лет, я постоянно брал реванш. Я находил еще новый проект. Находил еще деньги и начинал их заниматься. Думал, этот проект мне даст еще больше денег. И опять еще низ выпадал. Потому что через долг мы никогда не поднимемся. Но через семя мы выйдем в подъем. Я понял, когда я беру маленькое семя, я беру маленькое семя. И однажды был такой момент. Я приехал на конференцию в нашей церкви. И была конференция. У меня было денег ровно на одну чашку кофе в христианском нашем буфете. Это у нас сейчас прилимливые церкви. Я, саживайте деньги жертву, как все равно, знаете, кажется, мало. Пуплю чашечку попью. Но мне Бог говорит, посей их. Я эти деньги сею. Только выхожу. Только выхожу. Поскольку мы человек. А тот будет в мою руку и говорит, мне Бог стал посеять себя деньги. И пачку денег. Заканчивает первое служение. Покурь меня людям, друзья. Эй, поехали в кафе, поехали в кафе, поехали в кафе, поехали в кафе. У меня такое, у меня же куча денег. Сейчас как гульну, угощу всех. Ладонский говорит, единственное служение. Единственное служение. Я иду на свое служение. Знаете, что? Стоим, когда мы слово. Осеяние. Чтобы посеять, чтобы парашю, чтобы 50 тысяч долларов. Я беру всю эту пачку денег. И сею. Как только посел. Меня так-то волнело. Боже мой. И там, через несколько дней, начнут такие часа. Мне какие-то деньги дают. Какие-то приглашения. Все оплатят, друзья. С теми работаем. И так, я сейчас перезвоню. Я тебе рассказываю, очень важно. Я сейчас перезвоню. Вчера, вчера, я стою перед сценой. Расходит бабушка, пока с мальчиком с девочкой. Есть? И мне за кругу шлеп бумажку, фантик, открываю это евро. А мне нужно было как раз отдать деньги, ну, Алене, ну, вот, Алене, чтобы за Винта и за Игоря отдать деньги на дорогу. Понимаете? Что? Я кого-то просил, я что-то не. Я знаю, что Бог мой бесплечитель. Я знаю, что Бог дает мне деньги. И когда я сделал Бога своим источником, у меня страх за мое будущее пропал. Все. Дьявол хочет дать сомнения. Как мы начали думать, где это деньги, как прожить, как разбогатеть, как что. Я знаю, что через семя я прихожу к просветанию, к умножению и владычеству своей жизни. Бог однажды сказал, что я лежал на своем матрасе, там же был, на своем настроении. Я на земле читал, я был хорошим, на своем настроении, я просто лежал на своем матрасе. Я радовался, я пил чай. Пошел попробовать. Бог говорит, ты миллиард. Я убью меня, я миллиард. Я пережил это сверхъестественное, я миллиард. Помните, я рассказывал, да? Я приехал к нему домой, а у него на стенке висит, в Москве такой, миллиард. Картина. Я одному человеку сказал, Антонову сказал, Паша, это Бог. Антонову это сверхъестественное. Другими я говорил, они думали, да, 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 Паша, ты всегда был фантастом. Ну, это прикольно. Ну, это прикольно, я думаю, вот, Влаша, Паша, ну, прикольно, креатив, что залегит такое. Я не леплю, я если делаю, я говорю, с верой, это для меня работает. Знаете, что, почему для меня это работает? Потому что я его это видел. Нам нужно, Бог требует только одно слово, вера, которого он не встречает своими словами, а это слово подбирайте. Понимаете, друзья? Мы все равно не нужно отворачиваться в проблемах. Нам нужно взять власть, взять в горы, верность в море, гора, полиция, едино, заполнись, сделайся ровным. Мы благовествуем, мы благовествуем, мы выравниваем. И цель просветания в Боге, это распространять его добро по всему миру, распространять это добро, давать, быть благословением. Но прежде всего Бог хочет сделать каждого из нас, который реально счастливый. Счастливый Паша, счастливая семья, счастливые друзья, счастливые все. Рожденные, рожденные, зеленые, живущие в истине. Вот Евангелие. Я так вижу, я понимаю, это начало, мы развиваемся. Это заряжает нас, это наседает. Слово наседает, значит, греческого, заряжать, как заряжаем батарейку в телефоне. А заряжаем как? Через слово, через песню, через молитву, через действия совместные. И вот моего друга Дмитрия очень сильно понимает фракшистского христианства. Для меня он настоящий современный добрый самарянин. Для которого есть осен, кинзарии, клюшки, мякики и модные вещи. Самое главное его характер и его глаза. Он плынет глазами, глазами теряй, если ты понимаешь, он приняет тебя. Ты попадаешь в благословительство, которое разлюгает свои возможности. А Бог дал мне новые друзей, друзья, скажут, да? Он дал мне новые друзей со всем изумного мира, которых я не знал. И которые восприлили меня с любовью. Для которых я являлся авторитетом. Они говорили, ты, Божий человек, ты проповедишь нам. Ты поднимаешь нас. Для меня это был нонсенс. Понимаете? Я понимал, что во мне есть дар Божий. И это никуда не дается никогда. Я мог в любой момент своей депрессией встать и проверять с людьми словом. Я мог их вдохновлять. Я мог давать им прорывы. Я мог молиться за них, как произойдет через сам их жизни. Понимаете? На рыбах, крыло. Тут всегда работает, все работает. Здесь вера.